Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис, и мы продолжаем проходить Броккенсворд, и мы в Испании общаемся с этим садоопником. Приятного просмотра. Привет, это дом де Васконселеса. Кто хочет узнать? Я бы сказал, что старый дурак нарывался на неприятности. Меня зовут Джордж Тоба. Я хотел бы узнать... Дом закрыт для посетителей. Это дом де Восконцелоса. А какое вам до этого дело, сеньор? Послушайте, все, что мне необходимо, так это переговорить с хозяином или хранителем дома. Здесь нет хранителей дома, только я и графиня. Что вы знаете о тамплиерах? Кто это хочет знать? А вы что, специализируетесь по кражам? У вас нет ничего, что могло бы меня заинтересовать, кроме удовольствия вас видеть. Этот парень, очевидно, защищает графиню от всего мира. Но почему? Расскажите мне о графине де Восконцелос. Она не принимает гостей. Это все, что вам нужно знать. Вы даже не знаете, о чем я хотел с ней переговорить. Она ведь не выиграла в лотерею, так? Нет, она не выиграла в лотерею. Будь вы похитрее, вы бы сказали, что это так. О, да? Они меня съедят? И его бы вышпырнули отсюда. Грассиня не играет в лотерею. Я сейчас уйду. Адьёс, сеньор. Ну, мы сейчас сделаем похитрее. Так. Я не хотел тащить 30 ярдов шланга и оставил его в покое. Так, где у нас измеритель давления? Шланг накрылся. Неужели? Си, такого раньше с ним не было. Мне жаль. Обидно, когда нарушается традиция. А вы с ним ничего не делали? Ну, я в шоке. Я поражаюсь. Как вы могли так подумать? Очень просто, сеньор. Очень просто. Я сейчас разберусь, почему не работает шланг. А это значит, что я зайду в дом. Не обязательно, совсем не обязательно входить в дом. Если вы это сделаете, я натравлю на вас собак. Красавчик. Тон-тон. Иди, иди. Гуляй. Так. Эй, вы! Я знаю, что вы там, американец. Спокойно, хорошие собачки. Я иду. Иди. Мадре Диос, кто вы такой? Меня зовут Джордж Стоба. Извините, что я врываюсь. Вы должны немедленно уйти. Вам здесь не место. Пожалуйста, послушайте меня минутку. Очень хорошо. Выкладывайте ваше дело, сеньор Стоба. Произошла серия убийств в результате какого-то заговора. И след привел меня сюда. Сюда? Здесь нет ничего из внешнего мира. Это было шесть веков назад. Что вы имеете в виду? Все эти события связаны каким-то образом с рыцарями-тамплиерами. Рыцарь-тамплиеры давно обратились в пыль. У них был секрет. Я не вижу, как это связано с моей семьей. На самом деле, ваша семья имеет большое отношение к тамплиерам, правильно? Я думаю, что в этом кроется разгадка. Почему я должна верить незнакомому человеку, который врывается ко мне в дом? Позвольте мне лишь здесь осмотреться. И если я ничего не найду... Вы проведете ночь в полицейском участке. Хорошо. Присядьте. Я знаю, что ваша семья связана с тамплиерами, но не знаю, как. Вы спрашиваете, как моя семья связана с тамплиерами, сеньор Стовард? Род тамплиеров исчез много веков назад. А род до вас конселоса исчезнет вместе со мной. Простите. Не стоит. Окей, как бы там ни было, это произошло почти семь веков назад. Ну, если тамплиеры и оставили какие-то следы, то они должны быть в том месте, где хранятся реликвии 14 века. Очевидно. А что у вас есть из вещей раннего средневековья? Раннее средневековье? Дайте подумать. Дом отлично новый, построен 300 лет назад. А, ну, конечно же, шахматная доска. Этой шахматной доске около 600 лет? Это знак фортуны. Да, это так. Но я с ней не расстанусь. Я тоже так думаю. Это та вещь, которая и наследуется от отцов детям. Простите. Ее значимость может быть меньше, чем вы думаете. Но она недоделана. Один из кусков был заменен недавно, а оригинал был потерян много веков тому. Никто не имеет представления, где он? Нет. Когда забрали детей, они забрали ее с собой. Дети? Какие дети? Все в свое время, сеньор Стопарт. Можно мне осмотреть доску? Конечно. Только ничего не трогайте. Окей, спасибо. Вблизи подмененная фигура напоминала большой палец. На доске еще что-то было не так. Настоящие фигуры были расставлены хаотично. Госпожа, я должен предупредить, во что? Ты? Я натравлю на тебя собак. Лопес, разве я тебе не приказывала не кормить собак? Но, госпожа... Никогда этого не делай без моего разрешения. Сеньор Стопарт, если вы отнимаете попусту мое время, я натравлю на вас собак. А теперь я хочу показать вам кое-что интересное. Идите за мной. Лопес, сделай одолжение. Открой дверь. Это последняя часть поместья, которая сохранилась со времен тамплиеров. Мила. Что это? Беседка? Мавзолей, сеньор Стопарт. О-о-о-о. Идите со мной. Эй, сеньор! Да? Я не знаю, что вы сказали моей госпоже, что она так стала вам доверять. Но я вам не верю. Вам не о чем беспокоиться. Вы разве не будете входить? Нет, смерть меня не интересует. Мой сад живой. Я останусь здесь. О-о-о. Это старая постройка. Она была построена в 13 веке и послужила последним пристанищем тамплиеров. Хорошо сохранилась. Это были мои предки, и они заслужили уважения. Я прихожу сюда по крайней мере раз в неделю, чтобы помолиться. Не возражаете, если я осмотрюсь? Сколько угодно. Так. Когда я поднял Библию, я обнаружил какую-то мозаику на пюпитре. Эй, это же шахматная доска. Присмотревшись поближе, я увидел, что мозаика была сделана из стеклянных квадратиков поверх шахматной доски. Присмотревшись поближе, я увидел, что мозаика была сделана из стеклянных квадратиков поверх шахматной доски. Я не мог оторвать глаз от скульптуры Пресвятой Девы. Так. А что мы ещё пропустили? Поговорить с ней, что ли? Ну да. Могу я вас спросить? Пожалуйста, спрашивайте. Вы, конечно же, знаете вашу историю. Что вы думаете о тамплиерах, сеньор Стобарт? Тамплиеры? Они ничем не хуже, чем остальные рыцарские ордена. Вы ошибаетесь. По сравнению с жеманными политиканами-госпитальерами или британскими тевтонами, рыцари-тамплиеры воплощение рыцарства. Развращённый, ненасытный король Франции со своим попом наделали много неправильных вещей. Проклятие, которое пало на семью, было выдумано тираном-бездельником. Это было очень давно. Некоторые вещи никогда не умирают. Среди них и несправедливость. А разве это правильно, что Дева Мария делит мавзолей с пятью гробницами рыцарей? Вы показываете своё невежество, сеньор Стобарт. Тамплиеры посвящали свою жизнь службе Деве Марии. Так. О чём говорит легенда о стеклянной шахматной доске? Шахматная доска? О, та, что на пипитре? Это простая декорация, я уверена. Там не хватает кусочков стекла. Это было так ещё со времён моего детства. Так. Так. Расположение промежутков на доске выглядит логичным. Нет, это нелепо. Какое это может иметь значение? Это часть шахматной доски, а промежутки служат для... Сеньор Стопарт, вы не можете? Это место построено для тамплиеров. Ваша шахматная доска осталась со времён тамплиеров. Это только ведь предположение. Я думаю, что это здесь. На это место указывает манускрипт. Это невероятно. Следует ли это понимать, что тамплиеры оставили здесь очередную загадку? И до сего времени мы этого не понимали? Интересно было наблюдать, как графиня менялась прямо на глазах. Правильно. Некогда себя жалеть, сеньор Стопарт. Это была большая, сложная загадка. Но она раскрыта. Все эти годы, наполненные фатализмом, наконец-то прекратились. Лопес, Лопес, брось шланг и послушай. Сходи в дом и принеси мою шахматную доску. Да, старую шахматную доску. Теперь быстро. Боже, это увлекательно. Не правда ли? Не обольщайтесь. Это может быть ложный путь. О, сейчас я в это не верю. Как приятно видеть вас счастливой. Счастливой? Знаете, мне кажется, я... что ты... что ты... за уничтожение? дон Карлосом? Когда пришли инквизиторы, дон Карлос был в отъезде. Дон Карлос был в отъезде. взял щит и меч и уехал. Больше его никто не видел. Больше его никто не видел. Похоже, что моя госпожа вам верит. А вы нет. Нет, сеньор. Они подходят, сеньор Стопарт. Они подходят. Работая быстро, я собрал недостающие кусочки. Так. Так. В смысле? Хватит крякать. Так. 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 Теперь белые. Угу. Ну? Шах и мат. Та-дам! Сеньор Стопарт, смотрите. Что это? Это же не... не чаша Грааля? Нет, сеньор Стопарт. Это фамильная чаша до Васканцелоса. Пропала почти семь лет назад. Ого! Ну, продолжайте. Я? Я не могу. Я не могу в это поверить. О, продолжайте. Осталось немного. Вы уверены? Это момент вашего триумфа, сеньор Стопарт. Конечно, я не сомневаюсь. Возможность попасть в смертельные ловушки мне предоставлялась не так давно. Таким образом, проклятие до Васканцелос снято. О, да, графиня все готова была отдать, чтобы вернуть утраченную чашу. Но остается щит молящегося рыцаря. Пока можешь об этом забыть и продолжить поиски тамплиерских секретов. Э, кстати, я пообещал графине найти Дон Карлоса. Ты что? Я сейчас все объясню. Ты на побегушках усохшийся старой аристократки? Графиня доверила мне чашу и поиск могилы своего предка. Да ты такой же сумасшедший, как она. Тебе не хватает собственных проблем? Хана и тамплиеров? Все это звенья одной цепи. Эта чаша имеет большое значение, я уверен. Манускрипт указал нам на рыцаря, и я должен его найти. И что тогда? Не знаю, но если рыцарь воссоединится с чашей, то кто знает? Так. Лобино. Между тобой и Лобино что-нибудь есть? А тебе какое дело? Мы договорились. Клоун, тамплиеры, только дело. Припоминаешь? Да, но... Так не лезь в мою жизнь. Угу. Нагнуло его. Так, ладно. Я лучше вернусь к расследованию. Как говорится, идем по делам, да? О, снова чувачок. Опять вы? Да, я вернулся. Я как-то не ожидал снова встретить вас здесь. Нет? Странное дело, но я здесь на посту. На посту? Но вы же просто сидите здесь, попивая венцо. Нет, я не просто попиваю венцо. Я маскируюсь. Я что-то не понимаю. Вы же в форме. Так точно, МСИ. Это и есть моя маска. Ленивый полицейский, клещущий вино. Вы меня убедили. Морси. Но в действительности каждый мой мускул напряжен, каждый нерв собран. Я мобилизован и изготовлен к прыжку. Ам! И кому же вы собираетесь сделать ам? Вы, должно быть, слышали, МСИ, о терроризме, наводнившем Париж. Вы имеете в виду убийство? Наконец-то кто-то принял меры. Люди, МСИ, умирают ежедневно. Нет, нет. Я не по делу Жека из канализации. Я... Кто? Жек, то есть Жак из канализации гроза городских подземелий. Он появляется здесь, появляется там. Окопы, они ищут его повсюду. Он под Хоше или в районе Ланека. Этот проклятый, неуловимый Жак из канализации. Браво! Это потрясающе! МСИ! Я это полночи писал. Кто же на самом деле этот Жак из канализации? Ах, если бы мы только знали, он тотчас бы попался. Но он хичок. Немало обманов он испробовал, чтобы очистить канализацию нашего славного города. Он выдавал себя за полицейского и вечера на войне. Ну и ну. Притворялся жонглёром. Не может быть. И американского туриста. Кстати, кто вы по национальности, МСИ? Канадец. Ладно, пора идти. Увидимся. Не каждый может похвастать, что стал легендой города. Ха-ха-ха. Забавно, забавно. Ты удивляешь, Стоби. Так. А мы теперь идём в церковь отдавать кубок священнику. Так, но прежде мы сохранимся. Так. извините, отец. Извините. Вы не будете возражать, если я вам задам несколько вопросов? Вовсе нет, месье. Я с радостью вам помогу. Что вы знаете про рыцарей тамплиеров? Если вам нужна информация про тамплиеров, то вы обратились по адресу. Многих из них казнили на площади, недалеко отсюда. Это опозорило Францию. За этим стоял Папа Римский. Климент Пятый был человеком Мамона, а не Господа. Это что-то вроде откровения для священника. Вы так считаете? Трудно сказать, как оно было на самом деле. Это было так давно. Вы должны гордиться этой замечательной коллекцией цветного стекла. Гордыня грех, месье, но невозможно не восхищаться этим зрелищем, когда оно освещено. Прекрасный пример художественного таланта. Сколько времени вы здесь работаете? Усердно тружусь, месье. Это призвание. Я помогаю отцу Фламбарду уже шесть месяцев. Наверное, вы не знаете хорошо историю этой церкви. Да, это так. Свечка грела ярко. Все, что хуже лучшего, оскорбит Всевышнего. Наверное, это так. Я никогда над этим не задумывался. что вы думаете об этой чаше? Выглядит старой. Такой же старой, как и церковь, я думаю. На ней есть надпись. Да? И что она гласит? Я не знаю. Очень неразборчиво. С вашего позволения, я попытаюсь очистить ее. Я обещаю быть очень осторожным. Ну да. Это будет мило с вашей стороны. Это займет немного времени, а вы пока можете здесь осмотреться. Окей, спасибо. Так. Осмотримся. Рыцарь в сопровождении свиты. Слова из Библии, выгравированные на краю памятника, которые провожали в мир иной. Мне так кажется. Так, ладно. Манускрипт был символом ученой степени. Я это знал точно. Рыцарь ученый. Это связано со звонком. С этим испанским звонком. Так, ладно. Линза подошла как версию манускрипта. Пер дисциплина мээм люкс ви дэбис. Эй. Так. стоп. А, вот. Вот. горящий на столбе рыцарь тамплиер и число. Посмотрим. М, так. Полистаем. Так. Раскрыл древнюю подсказку. Хорошо. Ну, спасибо. С большим удовольствием, мессия. А что было написано на чашу? Это была не письменность. Я ошибся. Это плащ для амуниции. Удивительно, но мне это кажется знакомым. Да? Такс. А вы не знали, что середина окна прячет образ человека, горящего на огне? Говорящий человек? Что? Вы это знали? Про этот замаскированный образ нет, но у церкви была репутация убежища. Много раз люди требовали, чтобы на стекле нарисовали говорящего человека, но там ничего не было. Наверное, когда возникла фигура, свет падал под определенным углом. Да, возможно, нужна специальная линза. Вы говорите на латыни? Вы спрашиваете это у священника? Окей, не могли бы вы мне сказать, что значит «per disciplina mem lux v debis»? Дайте я взгляну. Это значит, следуя моему учению, вы увидите свет. Я так думаю. Да, я тоже так подумал. Окей. До встречи. Вревуар, месье. Так, ну и что нам тут изучать, что ли, это? Ну, давай, отодвигай. Теперь мое внимание было приковано к этому. Здесь не может быть ошибки. На ней не было написано имени, но плащ несомненно принадлежал Пегасу из семьи Весконцелов. Я нашел последнее пристанище Дона Карлоса. Я взглянул на слова из Библии, выгравированные на краю могилы. Эй, а может эти слова что-то значат? Так. В смысле? А, ясно. Так, что ли? Не понял. Может имеется ввиду по очереди что-ли? Ничего не понял. John 4.11 Not much to go on, but it must have meant something. If I examine the two more closely, there might be other clues to find. В смысле? Ладно. Блин, что-то как-то тупо обозначается. Ну, давай. Может, сейчас ты обозначать будешь что-то дебил. Так, ну, давай последнее, давай, там обозначайся, ты уже достал. В смысле? В смысле? Что-то не пойму, что последнее плохо изображается. Нифига не пойму. Ну, и что это значит? в смысле, блядь, какого хуя? Оно должно отмечаться, что за идиотизм? Вы что, издеваетесь? Блин, серьезно? Да, блядь, какого хера? Может, имеется ввиду не полностью, а частично, что ли? да ну нафиг, какого хрена? Ну? Да ну нафиг, вы что, издеваетесь? чё за чёрт? пиздец, блядь, пиздец, ну ты чё, блядь, издеваешься, что ли, или чё? Чё за прикол? ебать, ладно, я паузу сделаю, попробую разобраться с этой ситуацией, ёб твою мать. Это называется тупость. Псалом 32, 7, Джон 4, 11, я, каринфианин, 4, 5, и ещё, псалмы, 22, 21, я хоть уже и не молод, но у меня ещё отличная память. К этим надписям привела меня чаша, это было удачное совпадение. Кроме того, руки Девесконцелоса лежали на манускрипте. Нет, мне всё-таки показалось, что эта чаша что-то значит. Окей. Так, теперь надо сходить к Лобино. Ну, давай! Лобино. Давай. Привет, Андре. Хелло, Джордж. В Сирии я нашёл странную языческую статую. Голова с тремя бородатыми лицами. Ужасно. Это напоминает Бафомета, идола, описанного тамплиерами. Бедные рыцари Христа поклонялись идолу, да ещё такому. На словах, описание идола было вырвано под пытками на допросах инквизиции. Заметь, что никаких статуй или идолов в имуществе тамплиеров найдено не было. То есть, пока не было. Месяц назад была выкопана статуя Бафомета здесь, в Париже. Где? В институте духовной герметики. Статуя находилась под фундаментом. Её выкопали рабочие при реставрации здания. Не мог бы ты побольше рассказать мне об этой статуе Бафомета? Это страшное лицо, даже теперь бородатая голова. Основание статуи украшено тамплиерскими символами. Один из рабочих заметил странное пятно в основании. Он утверждал, что это похоже на кровь. Кровь это правда. Ладно. Спасибо тебе за помощь, Андре. Всегда рад. Так. Сейчас на карте должно быть новое местоположение. Ну да. Простите, вы мне не поможете? В чем дело? У меня несколько вопросов. У вас красивые работы. Мерси. Это предмет моей профессиональной гордости. Не думаю, чтобы я когда-либо видел голова так сильно курящим. Это от природы. Я саркастичен. Я равнодушен. И все же вы очень умелы. Мерси. Да здравствует безразличие. А что вы здесь делаете? У меня перерыв. Да, я имел ввиду после перерыва. После перерыва? Интересный вопрос, месье. Вам, наверное, надо это обдумать. Пока я буду думать, можно выкурить еще одну сигарету. Завтра, наверное, тоже. Окей, поставим вопрос иначе. Зачем нас наняли? Чтобы освобождать археологические раскопки в фундаменте здания от обломков и реставрировать отделку дверных косяков. Это ответственная работа. Увы, я безответственный человек. раскопках? Они не дают мне делать мое дело. Я бы обратился в профсоюз, но увы. В него еще нужно вступать. Точно. Тогда скажите, я удивляюсь типу людей, интересующихся этими раскопками. Что странного в посещении раскопок? Ни один из посетителей не был похож на археолога. А вы знаете, как выглядят археологи? Тройка, кейс крокодиловой кожи, устрицы. Но не такие же одежды. Ваша правда, месье, ваша правда. Так кто же они? Какая разница, если они платят? Понятно. Увидимся. Орелуар, месье. Так. Там была закрытая дверь с надписью туалет на дешевой фанере. Дверь закрыта, месье. привет. Простите? Да. Так чем же вы здесь занимаетесь? Я охранник. А вы думали эти вет подстригают? Не извите, я просто не понял, что вы охранник. Что же вы охраняете, хотелось бы знать? Это тайна. Это ведь археологические раскопки? Вы спрашиваете или утверждают? Утверждаю. Тогда зачем спрашивать? У меня было чувство, что это непростая дырка в земле. Мне надо попасть в уборную, но дверь заперта. Ну, это не проблема. Есть же ключ. Спасибо. Дверь была заперта. Так. берем мыло, делаем слепок. Отлично. Я знал, что держать это пластик было хорошая идея. С пластиком и импринтом я был на правой линии. Я засыпал мыльный отпечаток гипсом. Так. Ну, да. подсушили гипс, заменили ключ. Теперь осталось ключ. Ладно, хоть это заняло и немного времени, но гипсовый ключ был совершенно непригоден. Слишком хрупок для замка. Придется заменить его на настоящий. Вся проблема в том, что гипс мало похож на металл. Впрочем, та гипсовая статуя в Сирии тоже не была похожа на каменную, пока я немного не поработал над ней. Может быть, и ключ удастся усовершенствовать. Так. Еще раз привет. Что это? Вот ключи. Спасибо. Мерси, мессия. Так. Поговорим позже. Урвамся. Я не мог представить, чего добьюсь, вращая ручку. Проход вел в старую уборную, оставшуюся без дверей. Ничего интересного там не было. Термостат стоял на радиаторе. Радиатор излучал тепло, а термостат был включен на максимум. Ничего, что здесь и так было жарко, даже при двери открытой холоду осени. Я не мог представить, чего добьюсь, вращая ручку. Ладно. Попозже. Вы не возражаете, если я позвоню? Милости просим. Я приставлю охранять эту дверь. Этот телефон может сам о себе позаботиться. блин. ты что-то раскопал? Пока ничего. Ничего? Что-нибудь не так? Нет. Джордж, зачем ты позвонил мне? Да так, просто хотел услышать твой голос. Вот как. Так услышь, как этот голос говорит тебе, меня не беспокоит. Я занята. О. Блин. Надо что, краску, что ли, осмотреть? Хм, гравюра. Интересно. Эй, месье, отойдите от моих инструментов. Окей. Подумайте только, цепляйтесь к чужим рабочим инструментам. Привет, это снова я. Что еще? Понятно. Увидимся. Варуар, месье. Ладно. Пока никаких диалогов не открывается. Еще раз привет. Что это? Здесь наверняка очень жарко. Мне приходилось держать дверь открытой, чтобы рабочие могли пройти. Вот я и включил обогрев. Вы можете тепло укутаться. Я одеваю перчатки, когда холодно. Но о чем беспокоиться, если так тепло? Так, понятно. Поговорим позже. Орвуар, месье. Так, вот теперь можно звонить. Алло, Нико? Это я. Чего тебе надо? Идеи. Ты достал, Джордж. Я не могу все время держать тебя за руку. Орвуар. В смысле? Не понял. Я выключил обогрев. Так, ну это понятно. Почему диалог не открывается? Привет, это снова я. Что еще? Что говорит вам имя тамплиеров? Тамплиер? Ух. Ничего? Ничего. Понятно. Я сделал этот ключ из гипса. Как интригующе. Как находчиво. Как тупо. Увидимся. Орвуар, месье. Так, еще раз попробуем. Эй, месье. Отойдите от моих инструментов. Окей. Подумайте только. Цепляться к чужим рабочим инструментам. Да, понял я. Вали ты нахрен. Может сейчас активируется, блин, этот разговор. Куллард. Алло, Нико. Это я. Что такое, Джордж? В чем дело? Я в раскопках, но меня не пускают. Черт, нам надо знать, что там. Не волнуйся, у меня есть план, но мне нужна твоя помощь. Хорошо. Что я должна делать? Мне нужно, чтобы ты подержала кое-кого на телефоне некоторое время. Кого? Художника. Мне надо покопаться в его принадлежностях. А, окей. Не ложи трубку. Сейчас я его позову. Так. Привет, это снова я. Что еще? Вас зовут к телефону. Меня? Вы уверены? Это женщина, и кажется возбужденная. Какая женщина? Вы, должно быть, ошибаетесь, месье. Она позвала эту тень человека с никотиновыми пальцами и задницей, торчащей из штанов. Ну, конечно. Мне же звонит. Подождите. Не годится решать женщину удовольствие. Да-да, иди. А мы пока ключ перекрасим. Отлично. Отлично. Гипсовый ключ впитал краску и выглядел теперь довольно правдоподобно. Только на ощупь казался гипсовым. О, месье. Что за странная женщина? Она просто увивалась за мной, и вот, пожалуйста, одни оскорбления. В самом деле? Да, оскорбления. Ну да ладно, надо закурить сигарету. И ещё, месье, если она снова позвонит, меня здесь нет. Да-да, пока, прощай. Ещё раз привет. Что это? Мне надо в... в туалет. Опять. Опять? Уже? У меня проблемы. Вы мне не поможете? Что за вопрос? Вот ключ. Угу. Дверь была заперта. Да, понял я. Давай. Так, меняем ключики. Я заменил настоящий ключ на поддельный. Выглядел он убедительно, но на ощупь чувствовалась фальшивка. Поехали. Ещё раз привет. Что это? Я задержал дыхание в надежде, что он не заметит подмены. Вот ключи. Благодарю. Merci, mesee. Так. Поговорим позже. Au revoir, mesee. Ещё раз, Nico. Привет, Nico. Это снова я. Я догадалась. Что на этот раз? Что ты наговорила художнику? Я не хочу повторять, Джордж. Слушай, мне надо убрать с дороги охранника. Не могла бы ты перезвонить и попросить его снова позвать художника? Окей. Сейчас перезвоню. Это место идеально подходило, чтобы наблюдать развитие событий. Эй, ты! К телефону! Да? Кто это? Откуда я знаю? Я что, ваш секретарь по связи с общественностью? Это не шутка? Нет, это женщина. Вы ответите? У неё тёплый, чувствительный голос, похожий на жидкий шоколад. Да-да. Очень сексуальный голос. Пошевеливает. Не буду с ней разговаривать. Я вижу. Вы теряете время, разговаривая со мной. Да нет, вы не поняли. Я отказываюсь с ней разговаривать. Вы отказываетесь? Отказываетесь? И теряю драгоценное время. Не смешите меня. Драгоценное время? Да вы же просто бьёте баклуши целыми днями. У меня ответственная работа. Пах! Да не пачкай меня, ты уролевый слон. У меня важная работа. Это невозможно. Они бы наняли тогда кого-нибудь по компетентнее. В каком смысле? Вместо эдакого мрачного лодыря вроде вас. Куча эпалет и никаких мозгов. Эй, вы! Похоже, это продлится какое-то время. Такую возможность нельзя было упустить. Забавно. Так, открываем дверь. Эй! Давай, дверь открывай, чувак. А, вот и бафомет. Когда я повнимательнее присмотрелся к мозаике, я всё равно не обнаружил никакой логики. Она сосредотачивалась вокруг некоего центра. Что-то вроде фокуса. Ладно, кубок. И это был он. Скрытый пример чаши. Образ церкви. Я узнал, для чего нужна была чаша. Разгадал головоломку? Да. Это искажённое изображение места бафомета. Когда я посмотрел в отполированную поверхность чаши, рисунок изменился. И чем же он стал? Изображением церкви с квадратной башенкой. Так, что там с Лобино? Как давно ты знаешь Лобино? Андре? Мы встречались в колледже. Он мне помог, когда я была совсем зелёной. Показал, что и как. Ты никогда мне раньше не говорила. Я думал, это было чисто деловое знакомство. Так оно и есть. Я редко его теперь вижу. Знаешь, он не очень изменился. Разве что волос стало немного поменьше. Хм, я же и забыла, каким он умел быть забавным. Окей. Думаю, лучше вернуть чашу графине. Возвращайся поскорее, Джордж. Оки-доки. Так. Ладно, мы пока остановимся в Монфосоне. Вот. И в следующей серии уже поедем в Испанию. Так что... Всем спасибо за просмотр. С вами был Денис. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Будет интересно. Всем до встречи. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok